Часто бывает, что вам нужно собрать семантическое ядро для сайта, который вы только-только планируете создать. И вы, конечно же, не понимаете, какая его будет будущая структура. У вас, например, уже есть бизнес-план, например, есть услуги, которые вы планируете продвигать. Вы планируете продавать товары, которые нашли у поставщика, но вы не знаете, как собрать семантику эту бесплатно. И потому что идти к SEO-шникам, платить за семантику, SEO-шники любят собирать семантические ядра, потому что, в принципе, они это и умеют всегда делать. Правда, мы это любим и умеем делать. Но иногда, когда сайт создается, общее понимание семантического ядра должно быть у заказчиков. И у двух из десяти заказчиков с этим проблем нет. Создавая сайты, они продумывают семантику заранее. И потом уже дособрать семантику под созданный сайт и прописать более грамотно тайтлы, это уже гораздо проще, чем изначально потом перепиливать сайт, семантика которых создана неправильно. Это будет короткая серия видео, где я расскажу, как собирать семантику, превращать ее в структуру и таким образом помогать создавать сайт правильно и продуманно. Оставайтесь на линии. Меня зовут Николай Шмычков и я вам расскажу, как собирается семантика бесплатно, без каких-либо сложных ухищрений. Ко мне обратился клиент, который занимается тем, что продает унты. У него своеобразный лендинг, который создан на Эквиде. Мы с ним пообщались и именно благодаря этому диалогу я решил действительно помочь будущим создателям сайтов, которые только-только выходят на рынок. Допустим, у них есть свое производство, но они выходят на рынок IT и им нужно создать сайт. И, конечно же, я постараюсь рассказать в этих видео уроках, как собирать семантику. В принципе, пользуюсь простыми подручными инструментами, не требую для этого никаких-либо сложных, как говорится, усилий. Я не буду говорить про программу Словоёб. Есть такая программа, она позволяет делать много чего гораздо удобнее. Я знаю, что в комментах мне про нее напишут, что она бесплатная и клевая. Но обзор Словоёба я обещаю сделать на нашем канале и разобрать его в разрезе отличия от Key Collector, почему все-таки стоит покупать Key Collector и почему лично я Словоёбом не пользуюсь. Итак, остаемся, как говорится, внимательно. И первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, мы должны определиться, на какие рынки мы работаем. Рынок Украины или рынок России. Я выбираюсь не случайно эти две страны, потому что если мы работаем на рынок России, то нам пригодится больше сервисов, придет удобно будет работать с большим количеством сервисов, потому что по России работают два поисковика. Это Google и Яндекс. Если мы будем ориентироваться на Украину и любую другую страну, любую другую, неважно, я в основном занимаюсь русскоязычным продвижением, но если мы будем ориентироваться на любые страны, то у нас проблема в том, что у нас поисковик один и сервисов гораздо меньше. Да, почему? Потому что в Рунете есть классный сервис, это Яндекс.Вордстат. И сейчас вот мы будем смотреть из разреза, что мы собираем семантику для России, но я буду и говорить, какие средства нужны и для сбора семантики по Украине. Итак, поехали. Первое, что мы будем, конечно же, изучать, это, конечно, наша цель изучить конкурентов. Именно конкуренты являются то, как говорится, на что мы должны обращать внимание при сборе будущего семантического ядра. Вбиваем наш запрос основного нашего товара и открываем конкурентов. В частности, по России мы видим Wildberries, какой-то Рошва, Камус, Морегар, Мир Унтов, Унта-58. Ну, короче, смотрим конкурентам. Что нам нужно смотреть в конкурентах? Мы должны, конечно же, в конкурентах смотреть, что непосредственно у них продвигается в топе. Итак, у нас включились где-то звуки, звуки мы вырубим, чтобы они нам не мешали, потому что некоторые сайты делаются очень отвратительно. Но нам нужно смотреть категории, и мы смотрим категории, которые существуют. Какие бывают виды вот этих Унтов? Конечно же, мы заходим и изучаем, какие бывают Унты. Мы видим, что существуют Унты, комбинированные Унты, Морегар и Унты из Камуса. Мы так и выписываем, какие бывают Унты. Мы такие выписываем. Морегар из Камуса и комбинированные. Ищем все варианты. Женские, мужские, подростковые, детские. Соответственно, второй вид сегментации. Женские, мужские, подростковые, детские. И, конечно же, используем еще один магазин и смотрим каталог Унтов. Ну, собственно, как мы видим, мы все учли. Смотрим еще здесь. Унты Морегар и меховые изделия. Женские, мужские, детские. Здесь женские Унты бывают с бисером, с дизайнерским мехом. Почему бы и нет. Пока все, что мы делаем, абсолютно бесплатно. С эко-кожей. Окей, вот так вот запишем. Эко-кожей. Пускай будто с камнями, с натуральной кожей. Айхал мини, даже не знаю, что такое вот это. Мы просто ради интереса спросим, что это такое. Ну, есть такой вид. А, это фабрика. Ну и Унты на шнуровке. Давайте вот так. То есть у нас есть на шнуровке, с натуральной кожей, с мехом, с вышивкой, с бисером, с дизайнерским мехом. Ну, окей. И смотрим, что у нас еще есть. Кожа, овчина. Кожа, овчина. И вот их цвета есть. Окей, тут цветами окей. Понятно. Подошва. Вот здесь вот это интересно. Войлочная, литая. Подошва у нас здесь бывает. Войлочная, литая. С подшипкой и без подшипки. Почему изучение конкурента является важным? Изучая конкурентов, вы изучаете уже продуманную структуру и с очень высокой долей вероятности уже продуманную сегментацию. Поэтому без анализа конкурентов в семантику лучше не лезть. Анализируем конкурентов в первую очередь. Теперь наша цель проверить, какие рубрики у нас будут занимать, какие разделы семантических ядер. И мы, конечно же, переходим ко второму этапу. Это Wordstat. Wordstat это удобный сервис для сбора подсказок. И я покажу, как при помощи Wordstat собрать все слова вот так вот одним махом сразу целиком. Поехали. В первую очередь мы используем очень классный наш сервис. Называется генератор ключевых слов. Для того, чтобы на него зайти, заходим на наш сайт. В разделе утилит. Ищем, конечно же, наш утилита для быстрого сбора ключевых слов. И это та утилита, с которой вам просто будет must-have работать. Она очень удобная. И я рекомендую ее всем. Здесь очень важно посмотреть, какой регион вы подбираете ключевые слова. Для удобства мы заходим в Wordstat, выбираем Россию. Нас интересует, в частности, вся Россия. Это регион 225. Он по умолчанию здесь всегда стоит. Ну и, конечно же, теперь вписываем из нашей таблички наши слова. Пункты. Это наш основной продукт. Теперь виды. Это другие запросы. Мы для удобства сразу их ставим в плюсики, чтобы в Яндекс.Вордстате они у нас были доступны. Ну и, конечно же, запросы цены. Купить. Цена. Заказать. Доставка. Какие еще варианты? Вы знаете, сюда пишется стоимость. Какие еще могут быть варианты? Войлочная. То есть, это наши другие запросы. Допустим, если у нас что-то связано с ними найдет. Кожа, овчина. Кожа, кожаные. И наши всякие вот эти виды. И здесь еще мы очень важно забыли, из какого материала, собственно, они делают. Унты из. Вот так вот мы берем этот запрос, проверяем в Вордстате. Унты будет из камуса оленя. Из камуса оленя. Из оленя и оленьей. Еще бывает слово натуральные. Поэтому мы, собственно, цепляемся. Слова у нас натуральные. Из оленя и оленьей. Для удобства сразу уже все запросы мы снабжаем плюсиком. Почему мы снабжаем плюсиками? Потому что Яндекс Вордстат глотает предлоги. Если предлог не снабжен знаком плюс, значит при сборе семантического ядра он попросту этот предлог съест и не учтет при сборе семантики. Поэтому мы сейчас сделаем вот такой трюк. Мы все это пропишем. Теперь мы нажимаем кнопочку «Получить ключевые слова». Нажав «Получить ключевые слова», система снимет все варианты слов, которые нужно перебирать. И вот здесь их нужно будет перебирать. И если вы хотите найти еще слова, которые вы забыли, у меня есть кнопочка «Работает найти еще ключевые слова». Она работает только если здесь вбито только одно слово. Если два, кнопочка активно не будет в этой утилите. Нажимаем «Найти еще ключевые слова», открывается новая вкладка, и вы видите новые слова, которые я забыл. А я вижу, что я забыл слово «Магазин». Я вижу, что я забыл слово «Майорские» и «Монгольские». «Магазин» мне нужен здесь. «Майорские», наверное, потому что это какой-то бренд. А «Монгольские» я знаю, что такой ключ не нужен, потому что это чуть-чуть другой вид унтов. То есть это какие-то монгольские, не очень качественные унты. Это мне уже, собственно, клиент подсказал. Вот. Интернет-магазины, каталог. То есть вот у нас интернет. И, конечно же, каталог. И смотрим, что у нас есть. Так, песня нам не нужна, «Авито» нам не нужен, «Города» нам не нужны. «Северные» нужны, слово. Ну, еще что я говорю, нам не нужна песня, слова и город. Правильно, город? Нет, нет, нет. А, еще очень важное слово «фабричные». Это тоже очень важно. «Фабричные». Все равно, куда вы пишете, пока утилита еще работает одинаково, это просто для удобства. Нажимаем еще раз кнопочку «Получить ключевые слова», а после этого нажимаем еще раз кнопочку «Найти ключевые слова» и смотрим уже с отминусованными вариантами. Ну, и, конечно, видим, что, как говорится, идет трэш. То есть уже, как говорится, мы все, что можно было, отсортировали. Еще классное слово «от производителя». Если вы действительно производитель, то, конечно, это неплохо тоже писать вот так вот «от производителя». Все, мы свои вроде бы дела сделали. Если я что-то упустил, ребята, конечно, сематика собирается не за 15-20 минут, как длится этот ролик, а чуть-чуть дольше. Но бесплатно все можно собрать. Теперь мы, собственно, делаем то, что, как говорится, делает любой скучающий SEO-шник. Он начинает это все клацать и копировать все слова. У нас стоит утилита «Яндекс.Вордстат.Хелпер». Это классная утилита, которую можно поставить сейчас на Chrome, и она вам однозначно нужна. И теперь мы, как говорится, берем и добавляем все слова. И, конечно же, сразу вкладку закрываем. Делаем то же самое здесь, и повторяем, добавляем все слова, и, конечно же, закрываем вкладку. Вы можете сказать, что Николай это довольно монотонно, но лучший способ я не нашел. Так, у нас, как говорится, здесь уже у нас, мы уже все добили. Так, 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 так. И здесь так, купить. Он задумывается чуть-чуть дольше. Да, утилита может глючить, но мы можем сейчас показать, как с этой утилитой работать еще проще. Я вам попросту покажу. Покажется чуть-чуть сложно, но работать можно. Я специально все это о том виде, как она есть, сейчас скопирую в буфер и сохраню у нас, конечно же, в Excel. Нам в Excel это будет нужно. Так, утилита, мы будем сегодня работать. Давай, унты купить. Но мы сегодня что-то очень медленно работаем. Нормально добавить все слова. Смотрите, слова казалось много. Если они не помещаются, нужно вот так вот переходить дальше и добавлять. Вы можете сказать, Степа Николай, это сложно. Нет, это не сложно, если вы к этому привыкнете. Сбор семантики при помощи этого метода позволяет сделать всю работу достаточно быстро. И вам не нужно тратить время действительно на заплату сбора семантики. Если это можно сделать все руками, еще и профессионально. Более того, такую семантику, ну в целом для создания сайта вам хватит за головой. Для определения контента. Почему? Потому что вот сейчас эта семантика, которую мы соберем, она будет достаточно избыточна для того, чтобы с ней работать. Слов, конечно, много. Я сейчас поставлю на паузу и все быстро соберу. Как говорится, two hours later. Друзья, привет. Меня зовут Руслан Байбеков. Я Product Marketing Manager, специалист в области SEO, юзабилити и, в принципе, digital маркетинга. Сейчас хочу поговорить про сбор семантики. Я очень люблю это направление. И, в частности, сбор семантики бесплатный, когда можно, нужно собирать семантику бесплатно, а когда этого делать не стоит. В первую очередь давайте поговорим про инструменты. Обычно я оставляю это на потом, но сейчас хочется проговорить про инструменты в первую очередь. Инструменты для бесплатного сбора семантики – это Wordstat, естественно, от Яндекса. Это Google Keyword Planner. И к Wordstat еще интересно использовать Яндекс.Вордстат Ассистент. Очень удобный плагинчик, который позволяет экономить просто колоссально ваше время. Поверьте, это дико удобно. Я в лесу, и меня кусают комары. Но это такой колорит, и я терплю это, потому что, блин, это действительно очень круто. Смотрите вокруг лес. Итак, ну то есть, да, вот это вот все, коронавирус, все позволяет мне вещать вот из такого приятного места. Когда стоит упарываться в бесплатный сбор семантики? В первую очередь это на первом этапе, извините за эту автологию, на первом этапе, когда вы только начинаете формировать свое первое семантическое ядро. Вы можете попробовать это сделать, почувствовать это, понять, как это работает. Необходимо все-таки сделать это иногда самому. Далее, в небольших и узких нишах. В небольших нишах, каких-то узких нишах, когда у вас семантика, когда у вас ассортимент невысок, не превышает, скажем, 100-200 товаров, можно подобрать семантику и самостоятельно, и совершенно бесплатно. То есть, до тысяч, до полутора тысяч запросов собрать семантику можно самому. Попотеете на первом этапе, если вы этим не занимались, но сделаете, будете чувствовать себя просто комфортно, особенно если вы перейдете дальше, начнете структурировать ее, кластеризовать на основе нее, построить структуру сайта. Поверьте, это будет неизбываемое ощущение. Вот на этом, наверное, все. После того, как вы все собрали, само собой, вам нужно теперь эти все слова перебрать. А чтобы их перебрать, мы должны это все откуда-то скачать. Скачать мы должны это непосредственно с нашего WordStat Helper. Мы скопировали весь этот список буфера обмена и заходим в Excel. В Excel он вставляется в таком виде. И где вы видите вот такие вот косяки, то это значит, что там просто получились плюсы. Как их убрать? И в Excel это неудобно делать, это удобно делать в блокноте. Поэтому берем обратно, сначала заходим в блокнот и ищем все плюсы и заменяем их на пустоты. Все, дело сделано. Теперь вставляем все наши семантику и получаем результат. Вот наше семантическое ядро не сортировано. Теперь нужно его рассортировать. А чтобы его рассортировать, есть два способа. Первый способ, это тот, который я показывал. Это, конечно же, ручной. Мы берем в ручном режиме и кластеризуем все в Excel. Я научу, как это делается в ручном режиме и покажу, почему я этим не пользуюсь. Потому что это очень утомительно. Но для владельца бизнеса, если ему, как говорится, нужно продумать бизнес-план, это нормальная практика. Здесь у нас будет трафик. Здесь у нас будет ключ. А здесь у нас будет страница. И, конечно же, что мы сделаем? Мы сразу чуть дадим воздуха нашей таблице. Вот. И нам нужно будет смотреть, какие страницы мы задумали. Нам, конечно, нужно найти запросы женские, мужские, подростковые и детские. Давайте искать вместе. Мы ищем в Excel обычными метами женские. Вот. И, а, сначала сортируем все по трафику. Вот. И, собственно, унты женские. Вот у нас унты женские, унты женские, унты женские, унты женские, унты женские. Этот метод вроде бы правильный, но я считаю его неверным по одной простой причине. Что делать, когда унты женские фабричные и унты мужские фабричные? Где они должны лежать? В мужских или в фабричных? Или в женских фабричных? Или это должны быть четыре вариации? А к фабричным должно относиться слово мужские и слово женские? Вот эти вопросы, с которыми вы столкнетесь, когда будете сегментировать. Есть, конечно, единственный вариант. Это брать ключ, проверять в Google, в Яндексе, смотреть выдачи, куда ведет. По умолчанию, допустим, унты женские, унты фабричные ведет на женский запрос или не на женский. И, конечно же, по выдаче, конечно же, сортировать. В таком случае можно сделать так. Как делаю я? То есть, если действовать по вот этому принципу, то рано или поздно вы упрете, что слов-то много. Сколько мы насобирали сейчас? Только женских 288 слов. Нет, не 288, больше. У нас на минуточку... А, 290 слов для этой семантики. Перебирать ее довольно-таки муторно. Каждое слово пересматривать. Поэтому мы берем нашу семантику, сортируем для удобства по трафику. И берем, закидываем в наш, конечно же, кластеризатор. Кластеризатор с этой задачей справится очень просто и быстро. И я вам советую обзавестись кластеризатором, если вы этого еще до сих пор не сделали. И, конечно же, настраивать в нем свои семантики. Он позволит, в принципе, разбить семантические ядра сразу по блокам. Что нам нужно? Нам нужно все-таки учесть минус-слова, которые мы собирали из прошлого периода, которые я зачем-то удалил. Так, давай я вернем обратно. Вот они наши минус-слова. И мы их добавим в расширенные функции в минус-слова. Вот, минус-слова. А без игнорируемые слова? Это у нас, конечно же, предлоги. Вот я рекомендую «с», «без», «с» использовать как предлог, но, например, «без» использовать как словосочетание. Вот у нас было слово «без», сейчас вспомнить об этом, из чего было. «Без подшивки» это использовать как одно слово. И, действительно, это очень важно, потому что «без подшивки» это отдельное слово, имеющее отдельный смысл. Я рекомендую «без» использовать как отдельное слово, чтобы вам было удобнее сегментировать. Ну, конечно, «унты», я даже не знаю, какие у них синонимы есть, но, наверное, их нет. Если они существуют, то, конечно, было бы забавно. Скроем страницы с кластером, допустим, ниже 50. Нас такие страницы не интересуют для сбора семантики. И оставим только то, что нужно. Мы сейчас собираем семантику по «ВЧ», по, как говорится, сначала высокоуровневые должны быть кластеры, то есть по сочетанию по двум словам. То есть, если по двум словам комбинация срабатывает, то мы, как говорится, ее и рассматриваем. Вот мы видим «унты» женские, «унты» мужские, «унты» натуральные, общий запрос, интернет-магазин, «унты» из оленя, магазин «унтов» тоже общий запрос. Эти все запросы, они сгодятся для главной, то есть такие, которые являются общие, им место на главной. Поэтому, пускай даже он лежит в поддельном кластере, это значит, что все равно он должен быть для главной. Здесь есть геозапросы, нас они не интересуют. Вот мы сделали учитывать геозависимость, чтобы они были отдельно. Геозапросы, мы от них избавимся. И, конечно же, что мы делаем? Мы скачиваем результат и работаем с ним. Вот. Открылся он сразу в Google Doc. Это очень круто, потому что Google Doc – это недавнее нововведение, потому что Excel может быть у вас на компьютере не всегда, а Google Doc, как говорится, будет работать. Единственное, что мы очень не любим новые нововведения. Google, который не хочет расширять мне колонки. По поводу Google Doc и его удобства я немножко переборщил. Давайте поработаем просто в Excel. Вот. Я с Excel просто больше дружу обычным. Ну и, конечно же, нам нужны фильтры. Мы должны избавиться от геозапросов. Нам они пока что не нужны. Гео. Гео. Нас нужно поубирать. А, так я не могу. Это мне надо в Excel было все-таки делать. Так, ну тогда нам надо все, что содержит гео, поубирать просто в ручном режиме. Вот так вот. Ну и теперь смотрим. Вот наша будущая страница здесь будет. Купить унт – это главное. Унт интернет-магазин – это тоже главное. То есть, без вариантов тут у нас. Мы так вот берем и протягиваем. Теперь смотрите. Унт из оленя – это конкретная страница унты из оленя. Магазин унтов – это главное. Унты из камуса. Камус оленя. Вот это очень важно. То есть, здесь мне надо знать чуть-чуть тематику. Я выделяю это в отдельную рубрику. Ну, то есть, и выделяем отдельно. Унты натуральные. У нас уже есть такой ключ. И купить унты натуральные. Вот это точно так же этот ключ. Фабричные унты. Это тоже такой вот необычный ключ, который можно использовать. К сожалению, система у меня еще не знает, что такое Улан-Удэ. Нас этот ключ пока не интересует. Поэтому мы его пока удалим. И вот что мы видим. Вот есть унты детские. Унты с мехом. Купить унты недорого – это снова главное. Каталог – это тоже главное. Вот унты из оленя. Унты из оленя и оленей я не указал как синоним. И, соответственно, оно выбило как отдельная группа. Если бы указал оленей и оленя как синонимы, оно бы сгруппировало их, конечно же, вместе. Айхал – не помню. Женские. У нас уже был такой запрос. Вот. Унты женские. Вот мы берем. У нас здесь и женские есть, и мужские. Вот мы берем женские. И, конечно же, мужские. И это у нас унты женские получается, но не фото. Это должен быть запрос «унты женские». И вот мы его выделяем. Унты морега. Авито мусор. Якутские унты. Интересно. Заказать унты – это главное. Унты с бисером. Унты с бисером. Это тоже главное. Сапоги унты мужские. Это ключ мужской унты мужские. Как мы видим, он затесался. Унты летные. ВВС. Это, как я понял, те самые офицерские. Унты российского производителя. И морега унты. Я так понял, это тоже какой-то вид унт. Морега. Где-то я вот тут выбирал. Это тоже явно этого ключа. Летные российского унты след. Это я не знаю, что такое. Якутские унты. Какие-то. Возможно, это тоже самое. Итого. Вот мы выделили сразу группы. И теперь вот убираем здесь фильтр. А здесь его наоборот скрываем пустоты. Мы можем сейчас посмотреть, что мы не сгруппировали. Лишний раз проверить сами себя и посмотреть, что осталось. Осталось забор там не так уж и много. Осталось там Москва, мужские, города. Что делать с этими ключами под города? Конечно, им местные и в контекстной рекламе хорошо себя будут чувствовать. И эти города можно учесть при написании контента, например, под филиалы. То есть вот вы понимаете, какой трафик у этого ключа. То есть что встречается, если продающий, и геоключ. Но нас они, как говорится, мало интересуют. Мы их помечаем как геофразы. Геоключи. Их можно использовать, конечно же, в рамках существующих ключей, которые есть. Но нас интересуют в первую очередь те ключи, которые мы даже просто не будем никак помечать, чтобы они нам никак не мешали. Теперь мы выделяем все страницы, кроме пустот. И, конечно же, наша цель отсортировать сейчас наши будущие страницы по весу. А вес легко мы подсчитаем. Есть волшебные формулы в Excel, которые все, наверное, знают. Полезная формула SUMM-Если, которая позволяет подсчитать вес, допустим, потенциальной страницы. И сразу же мы это используем для разделения страниц по весу. Подсчитав формулы, мы берем и сегментируем сейчас все формулы по весу. Вот наша главная. Вот наша тема. Женские, натуральные, мужские, из оленя, из камуса, фабричные, детские, мех-унты, марегар, якутские, из бисером. Вот ключевые рубрики, на которые, условно говоря, есть трафик, по которым можно в России продавать унты. Которые будут идти из органики и можно с ними работать. В противном случае вы можете сказать, что есть ключи, но они низкочастотные. Они все, условно говоря, в нашей табличке, которую мы скачали, они попали в не сгруппировано. И здесь находятся все эти ключи, которые являются такими, которых нет пары. То есть, да, тут можно найти что-то трафиковое, можно найти что-то интересное, но их тут мало. Поэтому, чтобы вы понимали, реальный трафик по теме унты, вот он находится здесь. И вы видите общую структуру всех страниц. Как это использовать? Конечно же, можно зайти в Mindmeister. Такой классный сервис, мы про него уже знаем. И на Mindmeister нарисовать структуру вашего сайта. И как нарисовать структуру, я расскажу в следующем видео. Поэтому не забываем подписываться на наш канал. Задаем вопросы в комментариях. Я хочу, чтобы мы общались больше. Поэтому задаем вопросы. Я буду на них, конечно же, отвечать. И до новых встреч. Продолжение следует...